Секрет, что и ранее в рамках системы безопасных городов программы камеры эти устанавливались, но и в прошлом году, вы помните, докладывал специалист Балавтодор, что все они утрачены. Не получится ли опять ситуация, что в город вкладывается цифровизация, мы идем в следующую стадию, допустим, но опять за халатным отношением за муниципальные имущества, как, например, та же самая гостиница «Чайка» и в том числе и те же самые видеокамеры, утратится все это снова. Будет ли усилен каким-то образом этот контроль? На днях эту тему обсуждали предметно. В рамках безопасного города здесь есть определенная степень разграниченности. Стороны муниципалитета за последние годы полностью реализован блок в ЕДДС. Вы, если заходили, видели, что там очень хорошие такие качественные панели, которые позволяют наблюдать практически за всем городом, за всеми видеокамерами, к которым мы подключаемся. Если говорить о видеокамерах, то по безопасному городу это уже полномочия области, и мы очень ждем, что все-таки финансовые средства будут по безопасному городу реализованы. Сравнение очень хорошее есть по реализованному безопасному городу в городе Вольске. Там очень хорошие средства были предоставлены Вячеславу Игоревичу Володиму. И, конечно, мы видим, насколько удобно и сотрудникам полиции, и, в принципе, городской администрации следить за полным передвижением техники, людей, и быстрее реализовывать какие-то оперативные мероприятия. Но, тем не менее, приняли решение все-таки разработать сначала проект по видеофиксации. Но фотофиксация – это опять Министерство транспорта. И установка видеокамер фотофиксации – это так называемая компания ЦУКС, которая относится к Министерству транспорта. Мы постоянно им делаем предложение о размещении видеокамер в той или иной территории. Ну, где-то у них получается расставлять, где-то нет. И, конечно, с нашей точки зрения, наверное, было бы правильным все видеокамеры разместить и передать в муниципалитет. Халатность, нехалатность – это вопрос уже такой… Там просто физически многие устарели. Просто физически устарели. Как и наша техника, которую мы постоянно с вами обновляем в виде компьютеров, айфонов и всего остального. Просто начинает устаревать. Но то, что соглашусь, конечно, что за этим надо следить. Не всегда, что госкорпорация «Росатом» проводит, у них есть подразделение, которое непосредственно занимается цифровизацией городов. Потому что, не знаю, всяких городов присутствует компания «Росатом». Мы встречались в Санкт-Петербурге с кураторами этого проекта и видели некоторые их выполненные проекты. Город Снежинск и так далее. То есть, АРО, да, действительно гигантская работа, гигантский софт. И вот все, что по факту они частично там заменяют соцсети, СМИ, то есть там взаимодействие власти и людей напрямую прямо идет. Планируются ли переговоры по привлечению этой программы к цифровизации в балакон? Не то, что планируется, она уже в определенной части реализуется. Вы знаете, что у «Росэнергоатома» 10 городов присутствия, только 10 городов присутствия. Я уже не говорю о тех предприятиях, которые находятся в рамках «Росатома», всего «Росатома». За последние два года, в том числе и мне, довелась такая возможность, и «Росэнергоатом» постоянно, и «Росатом» нас постоянно собирает. Мы были и в Нижнем Новгороде, и был и в Сарове, где смотрели очень интересные проекты, у них давно уже это реализовано. Объединенная бухгалтерия всего «Росатома» находится в Нижнем Новгороде, и мы этот проект тоже взяли для себя. И за последний год уже мы его реализуем с поддержкой, с кураторством, так сказать, Сбербанка по Приволжскому федеральному округу, по объединению всех бухгалтерий, мы об этом уже говорили. Это именно опыт, который посмотрели непосредственно в «Росатоме». Тоже переживали, как это будет реализовано, как-то бухгалтер может выдать справку человеку, работающему в ПИВЕКе. В течение суток выдает справочку, и человек ее имеет. То есть все это работает. Мы этот опыт очень хорошо взяли. Теперь то, что касаемо «Умного города». Да, «Росатом» и «Росэнергоатом» пошли сначала с пилотных, с небольших городов, в большей степени за то, где наибольший элемент именно присутствия «Росэнергоатома» и по тепловым коммуникациям, по энергетическим коммуникациям, ну и по человеческим, там практически они как большой монгород. Такие города, как Балаково и Болгодонск, они все-таки города присутствия считаются. Города присутствия. И коллеги с «Росатома» сказали, что давайте мы сначала отработаем малые за то города с тем, чтобы получить работу над ошибками, а уже потом переходить планом к большим городам. Поэтому Волгодонск и Балаково стоят, что называется, в следующей очереди. Сейчас идет сбор информации, мы ее постоянно передаем, обмениваемся и надеемся, что, конечно же, реализуем. Сейчас все, что связано с IT-технологиями, это уже наш не завтрашний день, а сегодняшний день.